Здравствуйте! В этом выпуске канала TranslatorsCafe.com вы увидите, как можно самостоятельно записать звук сердца с помощью стетоскопа и микрофона. Вначале скажем все, что полагается говорить в начале подобных сюжетов. Конечно, я не доктор и не могу давать медицинские советы. Конечно, показанное устройство не может быть использовано в качестве диагностического инструмента. Конечно, только умный доктор может поставить правильный диагноз. И, конечно, при очень неудачном стечении обстоятельств, если вдруг сетевое напряжение случайно окажется на стетоскопе или микрофоне, а ваше тело в этот момент случайно окажется заземленным, этот эксперимент может оказаться последним в вашей жизни. Короче, если будете его повторять, важно понимать, что вы делаете. Записать звук биения сердца относительно несложно. Понадобится электретный микрофон, способный достаточно хорошо записывать низкие частоты, недорогой стетоскоп, устройство для записи, удобнее использовать диктофон и наушники. Можно также использовать в качестве контактного микрофона пьезокерамическую пищалку или пьезокерамический датчик из старого пожарного и организационного извещателя. Я попробовал оба способа и получил лучшие результаты для конденсаторного микрофона в сочетании со стетоскопом. Контактный микрофон звучал несколько хуже. Присоединим микрофон головки стетоскопа с помощью короткого отрезка гибкой трубки. Для записи будем использовать воронку стетоскопа. Мембрану тоже можно использовать для этой цели. В обычном стетоскопе мембраны используются для улавливания аускультативных звуков средних и высоких частот и фильтрации звуков низких частот. Плата за такую фильтрацию – уменьшение амплитуды звука. Однако в нашем случае мы будем использовать программу для фильтрации в разных частотных диапазонах и удаления ненужных высокочастотных составляющих. Теперь немного теории. Звуки сердца возникают в результате его работы и в основном при закрытии клапанов и при движении крови через них. Процесс выслушивания физиологических звуков называется аускультацией. При прослушивании сердца здорового взрослого человека отчетливо слышны два тона – первый С1 и второй С2. Первый тон слышен при закрытии предсердно-желудочковых клапанов – метрального, двустворчатого и трехстворчатого во время сокращения сердца. Тон С2 слышен при закрытии полулунных клапанов – аорты и легочного ствола. У больных пациентов могут быть слышны и другие звуки. Чтобы лучше услышать тонны сердца, стетоскоп прижимается к груди в местах, обозначенных точками М, проводятся шумы из метрального клапана Т, проводятся шумы из трехстворчатого клапана А, проводятся шумы клапана аорты П, проводятся шумы клапана легочного ствола или пульмонального клапана и Е, точка Боткина-Эрба. В ней хорошо слышен тон S2. Теперь подключим микрофон с головкой стетоскопа и наушники к диктофону, а можно и к компьютеру или мобильному телефону. Наш электронный стетоскоп готов для записи звука в сердце. Затем можно будет просмотреть график зависимости их амплитуды от времени и спектрограмму. Спектрограмма – это зависимость изменения частотного спектра звукового сигнала от времени. На горизонтальной оси представлено время, на вертикальной – частота, а третье измерение – амплитуда, показывается в форме цвета каждой точки изображения. Для записи, воспроизведения и просмотра графиков мы воспользуемся бесплатным приложением ThinkLabs Phonocardiography Powered by Audacity, которое можно скачать на сайте thinklabs.com Продолжение следует... В этом видеосюжете мы попытались показать, что можно записать, а потом прослушать и даже просмотреть звуки собственного сердца с помощью стетоскопа и микрофона. Спасибо за внимание, если вам понравилось это видео. Смотрите другие видеосюжеты канала Chancellor's Cafe.com и не забудьте подписаться на наш канал. Все видеосюжеты Chancellor's Cafe.com сняты на русском и английском языках. Они снабжены субтитрами на этих языках, поэтому их можно эффективно использовать для изучения технического английского языка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok